Доброе спортивное утро, друзья! Если вы до сих пор думаете, что чирлидинг просто прыжки с помпонами, глубоко ошибаетесь. Это сложный и серьезный спорт, который требует основательной подготовки. О югорском чирспорте сегодня поговорим с нашей гостьей в студии. Президент региональной спортивной общественной организации Федерации чирспорта Югры Юлия Волощук. Юлия, доброе утро! Доброе! Очень рада вас видеть на нашей программе. Взаимно. Юля, долгое время я знаю, что в пандемийный период вы находились на удаленке. Как сейчас обстоят дела у югорского чирспорта? Мы ворвались в спортивный зал. Ура! Конечно, у нас есть регламентирующие в нашу деятельность документы, это защитный протокол. Мы стараемся все соблюсти и выйти уже безопасным способом в спортивные залы и работать. Так что сезон уже начался, можно сказать, разгар уже разгорелся. И мы работаем. Благодаря, опять же, возвращаясь к пандемийной части, мы благодаря президентскому гранду пережили это непростое время. Мы записывали онлайн уроки, мы вели онлайн тренировки с разными тренерами, даже был тренер у нас из Греции. Да, то есть такой получился международный проект. И сейчас, знаете, что интересно отметить, проект уже завершен, отчет уже сдан. Там пошла еще какая-то волна, и детки опять стали изолироваться вместе с родителями. Да, есть такие семьи. Но наши тренировки, они остались в свободном доступе, и я предлагаю, чтобы они не скучали без тренировок. Тренироваться дома, правда, да, мы поддерживаем связь с ними. И воспользовавшись, опять же, уже плодами этой реализации данного гранта, чтобы они занимались на этой платформе и чувствовали себя хорошо, пока они на самоизоляции вместе с родителями. Юля, ну пока мы коснулись удаленного обучения, все-таки полноценные тренировки, их невозможно дома проводить? Как ребята тренируются? То есть акробатические какие-то вот эти моменты наверняка дома не исполнишь? Да, тогда было УФП, растяжка, танцеваль, поскольку через спорт он является еще и танцевальным, да, вот, то есть как бы уделялось времени хореографии и общей координации. То сейчас, когда мы вошли в зал, конечно, дети соскучились именно по стантам, по их любимым дисциплинам, и вообще вот этот непередаваемый командный дух, вот, это все то, что объединяет нас, и как бы те самые вот изюминки, так как раз таки, они в работе в команде проявляются. Пока мы затронули тему дисциплин, скажите, какие и сколько вообще сегодня дисциплин в чирспорте югорском? Ох, вы знаете, сейчас произошло замечательное событие в мире чирспорта и олимпийского движения. В июле этого года чирспорт признал олимпийским видом спорта. Мы вошли полноправным членом в олимпийскую семью. Наконец-то, хочется сказать. Наконец-то была проделана огромная работа. Спасибо. Ну, не наши, конечно, да, в большей степени, а всероссийской организации и вообще всех организаций, представляющих страны. Вот. И МОК признал полноценным видом спорта. И сейчас, ну, я насчитала их пока 12. Да, их очень много на самом деле. И они, да, вливаются еще с определенной скоростью, еще дополняются. Появилось такое понятие, ой, батон-тверлинг. Ох, это что такое, будем изучать. Звучит пока непонятно. Ну, мы покажем. Пока основные виды у нас есть, мы над ними работаем. Ваш любимый чирспорт именно со стантами и пирамидами. Ага. Юлия, вот затронули как раз-таки тему дисциплин. Скажите, вот правда, что при выступлении оценивается не только мастерство спортсмена, но и, в том числе, внешний вид? О, да. Ну, это есть прям целая графа в протоколе, общее впечатление. И, а как оно может быть составлено? То есть от формы все-таки действительно зависит многое. Конечно, конечно. Многое зависит от внешнего вида, от настроя команды. То есть то, чем заряжаешь вот этим позитивом, помимо того, что ты делаешь сложные элементы. Вот, насколько легко ты исполняешь эту программу, это как раз вот и есть общее впечатление, которое складывается из костюмов, настроение, из подачи как бы определенной. Опять же, возвращаясь к актерскому мастерству, важно улыбаться не просто улыбаться, а подать себя, уметь подать себя. Что касается талисмана команды, смотря иностранные фильмы, в каждой команде поддержки есть свой талисман, который и психологически поддерживает команду. И, в том числе, непосредственно участвует в самом выступлении. У нас в Югре это развито? Вы знаете, если честно, мы до сих пор его не завели. Но хотели бы. Мы думали, мы думали, что это должна быть белка, это должен быть медведь. В общем, мнения разделились. Но я вот на международных соревнованиях, когда была, смотрела в Санкт-Петербурге, чемпионат проходил, одна балканская команда вышла с козликом под мышкой. Привет. Да, ну то есть вот как бы история талисманов самая разная. Но я говорю, тренер и президент, ваш главный талисман на сегодняшний день. Вот это правильно, согласна с вами. Планы на ближайшее будущее. Наверняка у вас уже есть к чему-то, готовитесь, рассказывайте. Да, это первенство города Хантмансийска по черспорту, которое пройдет в конце ноября. Сейчас мы активно начинаем подготовку к этому замечательному событию. Я надеюсь, оно пройдет так же, как и всегда. Мы очень хотим, чтобы зал наполнился зрителями, насколько это возможно сейчас, в постпандемийное время. Да, чтобы дети показали свое мастерство на спортивной площадке. И все порадовались тому, что они сохранили и приумножили за это непростое время, пока шла пандемия. Юля, огромное спасибо вам за беседу. Вам желаю только успехов в вашей команде в том числе. Благодарю. Спасибо вам с гостей. Прощаюсь с вами. Увидимся совсем скоро. Не переключайтесь. Продолжение следует.